Всем привет! Вот и настал момент мне поделиться откровенно, кстати я немного волнуюсь, поддержите мне лайком, моей историей снижения веса. А поделиться на самом деле есть чем. Почему? Ну потому что я та самая Мария Мироневич, которая избавилась от 55 килограммов лишнего веса. Я сейчас это говорю вам, я это знаю, есть огромное количество фотографий в интернете, которые подтверждают мое до, но сейчас мне не верится, что именно я была тем самым человеком с фотографией до. Тем не менее, это моя история, сегодня я вам расскажу ее честно, искренне, откровенно и конечно же, как в любой истории с хорошим, счастливым концом, конечно же, были сложные моменты, взлеты и падения. Я советую обязательно досмотреть это видео до конца, потому что в этом видео я поделюсь с вами не только своей историей, но конечно же расскажу вам о самом интересном, о тех ошибках, которые я совершала, о тех граблях, на которых я танцевала, а их было на самом деле огромное количество и раскрою самый главный секрет, где же брать эту самую мотивацию на снижение веса и каким образом ее поддерживать. Сейчас я себя чувствую замечательно, выгляжу замечательно, настроение мое просто отличное, но когда-то все было совсем по-другому, сейчас где-нибудь здесь вы увидите мои фотографии до, и самое интересное, что это тот же самый человек, но чувствовала я себя просто ужасно. Естественно, это была история не только про физические неудобства, конечно, мы с вами все прекрасно понимаем, человек с ожирением второй степени не чувствует себя комфортно физически, потому что мне было тяжело элементарно передвигаться, у меня еще астма, я постоянно задыхалась, мне было очень-очень плохо, я не могла далеко ходить, не могла, ну просто элементарно двигаться, потому что на третий этаж я поднималась с трудом задыхаясь, и в возрасте 28 лет мне приходилось останавливаться на лестничной клетке, чтобы отдышаться. Если вспомнить зимний период, то это каждый раз, это ощущение, вы знаете, ну у кого есть лишний вес, вы меня поймете, скорее всего, когда ты себя втискиваешь, впихиваешь в какую-то там пальто, куртку, и ты вот застегиваешь практически как, я не знаю, какой-то скафандр, да, ты вот это вот вдохнуть, себя втянуть, застегиваешь вот так, и вот куртка на тебе того и гляди лопнет, и, конечно же, это неприятное ощущение, и самое интересное, в то время, пока ты одеваешься, ты уже потеешь. В общем, было много всего неприятного, и кроме физической составляющей, которая наглядна и неотъемлема, естественно, было очень много моральных страданий, которые я, как и многие, я думаю, те, кто столкнулся с проблемой лишнего веса, прикрывают наигранной такой веселостью, и я пыталась, мне казалось, что мне очень хорошо получается, казаться, ну, просто толстушкой-веселушкой, которая любит, ну, вот, поесть, такая вся душа широкая, попа тоже, ну, талия, естественно, подстать, и мне казалось, что у меня это хорошо получается, но за всем этим широким, да, опять придем к этому термину фасадом, конечно же, скрывалась бедная несчастная толстая девочка, находящаяся в отчаянии, потому что я действительно находилась в отчаянии, почему в отчаянии, давайте разбираться. Итак, как же я пришла к отчаянию, и очень часто, кстати, привет хейтерам, каждый раз, когда я рассказываю, что я избавилась, там, от каких-то килограммов лишнего веса, все дела, ну, вы знаете меня, мне пишут, да кем же это надо быть, чтобы разжиреть вот так? Итак, милые ребята, рассказываю, все не произошло за один день, и в целом, сейчас, когда я уже помогла тысячам девчонок постранить, не было такого, чтобы ко мне пришла новенькая и сказала, Маша, ты знаешь, вот я вчера легла спать, было 60 килограммов, а на утро у меня получилось 120. Ну, давайте будем честными, конечно же, ни у кого так не происходит. И это главная опасность, потому что, ну, ты все время думаешь еще, ну, все еще не так плохо. Я клянусь, 120 килограммов, я думала, что еще не так плохо, потому что, ну, посмотришь передачу, где люди, которые весят 200 и больше килограммов, не могут выйти из дома, потому что, не знаю, не могут протиснуться в дверь, и ты думаешь, ты смотришь на себя, ну, елы-палы, так я же еще и ничего, я в дверь еще протискиваюсь, сама, собственно говоря, попу свою с дивана, там, с кровати, кресла, стула поднимая, ну, как бы еще есть куда. И это защита нашей психики, мы не можем от этого избавиться. И очень часто, кстати, сейчас, когда ко мне приходят девчонки, они делятся, ты знаешь, Маша, пока я не пришла, пока я не посмотрела, не познакомилась с твоей историей, там, с отзывами девчонок, я не могла увидеть, что у меня все настолько плохо. Я все еще себя успокаивала. Так вот, я точно так же находилась в плену этого заблуждения и сама себя успокаивала. Ну, я уже родила двух детей, у меня кость широкая, ну, это классика, да, там, генетика, ну, вы знаете, гормоны, потом у меня астма, периодически гормональное лечение и так далее. То есть я как бы все время себя успокаивала. Естественно, были периоды, когда я пыталась, да, когда приходишь в себя, это классика, приходишь ты в себя летом, потому что, ну, все-таки лето, надо раздеваться, хочется поехать в отпуск, надеть купальник, ну, хотя бы попробовать, хотя бы слитный. Новый год, это тоже классика, да, всегда это такой момент, когда ты вспоминаешь, елы-палы, я же 12 месяцев назад загадала, что в этом году я точно похудею. Спойлер, это оказался опять не тот год. И, конечно же, такие попытки избавиться от лишнего веса возникали. Самое страшное, что растолстела до 120, и это та очень важная мысль, которую я хочу до всех донести этим видео, я растолстела на диетах, потому что первой диеты я избавилась от 24 килограмм после первых родов буквально за 3-4 месяца. И я в тот момент чувствовала себя просто на вершине мира, я чувствовала себя самой сильновольной, самой крутой, и если что, я в любой момент смогу похудеть. Но первая диета всегда эффективна, я думаю, вы также попали в эту ловушку, как и я когда-то. И потом периодически я боролась с лишним весом, конечно же, я пробовала все. Это был подсчет калорий, это были гречневые диеты, я помню, когда рассказала воспитательница в детском саду, я на нее такие, я помню, глаза были, ты что, ешь гречку отварную, ее же нельзя варить, ну что, нужно гречку замачивать в кефире на ночь. В общем, сколько гречки было съедено, до сих пор ее недолюбливаю. Да, что еще я пробовала? Потом, конечно, после каждой диеты что происходит? Происходит мощнейший откат и срыв. И в этот момент, да, я хочу, чтобы вы понимали и не винили себя так, как я когда-то. Срыв происходит почему? Потому что вы себя очень сильно ограничивали, да, то есть вы на себя очень сильно давили физически и морально. Ваш организм находится в сильнейшем стрессе, естественно, происходит срыв. И срыв всегда, я просто очень сильно, всегда, знаете, смеюсь, когда мне пишут комментарии, Маша, там, свекла имеет высокий гликемический индекс, бананы, это все, от чего, там, все набрали лишний вес. Меня, конечно, всегда это удивляет, я просто спрашиваю, девчонки, миленькие, я вас умоляю, клянусь, прошу, ну расскажите, ну кто переел, вот я хочу узнать, вот у вас когда срыв бывает, да, там, зажор, переедание, эпизод, как угодно это назовите. Тем не менее, было ли такое, что вы свеклы переедаете, там, бананов рубите, как не в себя? Ну нет, все-таки обычно мы с вами едим другое. И каждый раз я точно так же держалась, да, сидишь на гречке, потом что? Ну а потом они, я была по-сладкому, а потом они сладкие пироженки. Ну ты думаешь, ну я же заслужила, нужно же себя побаловать, ну и, собственно говоря, я баловала. Да, периодически, в том числе на этих диетах, я пришла к тому, что у меня возникло компульсивное переедание, то есть я однажды обнаружила себя на полу кухни с пакетом, вернее, с пакетом, в котором когда-то был зефир, и я срубила килограмм, то есть зефир, я думаю, вы понимаете, как он выглядит, он легкий и объемный, то есть пакет зефира килограмм выглядит, ну так, достаточно хорошо по объему. И я обнаружила, что я съела весь этот килограмм, то что, ну мы же все прекрасно знаем, что есть сладости, которые можно при похудении, это, конечно же, там, зефир, мармелад, горький шоколад. Я тоже всегда хранила, ну вот, надо же себя баловать. Конечно же, что я еще пробовала, кроме гречневой диеты с обстоятельного ограничения? Потом я поняла, что, так, что-то диеты как-то плохо на мне работают, но опять, ну, знаете, возраст, там, родила, все дела, пойду-ка я сдаваться в спортзал. Да, и я пошла, сдалась в спортзал, стала еще меньше есть, это классика, да, всегда. Мы постоянно снижаем количество еды, которую мы едим. И пошла я в спортзал, я ходила на тренировки через день. Тогда были очень модными, это был, господи, какой же 12-й год, 12-й год. И тогда в нашем городе, я жила в Астрахани тогда, было очень модно, значит, эти круговые тренировки. То есть ты какое-то время, там, полторы, что ли, минуты скачешь, там, делаешь кардио, потом у тебя, значит, тренажер, ты делаешь следующие, там, полторы минуты, условно. А ты делаешь какой-то лесок, там, я уже не помню, ты делаешь силовые, и постоянно ты, вот, в общем, находишься в этом. Я выходила, клянусь, из этого спортзала в состоянии измененного сознания. И у меня еще сосуд очень близко расположен к коже. Представляете, приходит огромная толстая женщина, скачет. Я оставила, там, эти тренировки, полчаса, ну, я же сильнее хотела похудеть. Ну, умная же, но надо, значит, в два раза больше тренироваться. И вот я, значит, скакала час на этих круговых тренировках. У меня было пунцовое лицо, ко мне однажды подошла сотрудница фитнес-зала и спросила, нужна ли мне помощь. Ну, то есть, представьте, как я выглядела, что мне человек все-таки обладает, да, там, их готовит, что может быть у человека, там, у меня скоро случится, там, не знаю, инсульт или что-то такое. Выглядела я не очень, да. Потом у меня был период, когда я занималась, ну, не вот так, я уже поняла, смотрю, так. Ну, что-то как-то эти тренировки не работают, надо, значит, что делать? Надо брать персонального тренера. Я уже тогда стала намного лучше зарабатывать, могла себе позволить, и я ходила, уже занималась персональным тренером. Потому что мне казалось, ну, вот, если за мной будут наблюдать, ну, кстати, очень многие девчонки, которые ко мне приходят, говорят, Маша, со мной надо построже. И вот, и мне хотелось тоже, чтобы со мной были построже, чтобы за мной наблюдали. А к чему все это приводило? Ну, к тому, что у меня сейчас очень сильный варикоз, потому что нельзя с весом 100 килограммов. Я помню, у меня еще тренер очень сильно удивлялась, а я очень сильно хотела похудеть. А я помню, все время тренер на меня смотрела с таким удивлением. Вы так хорошо прыгаете для вашего веса! Пол в целом в фитнозале не провалился, но иногда я про это думала. И итог был всегда один. На какое-то количество килограммов я худела. Разное это было 5, 10, 15, 20. Но, тем не менее, вы знаете, как это бывает. Как это бывает? Ну, что-то происходит. Тогда мой муж еще ходил в море. И, ну, вот, ты такая худела, я такая вся классная, все там, тренировки. Муж, ты не дома можешь поспать, ребенок в садике, когда-то не на работе. Ну, и все. И приехал муж. Ну, и хорошо же. Естественно, муж, надо вкусно покормить. Ну, и потом я думаю, ну, опять, ну, я же молодец. Ну, я же на тренировке ходила, ходила в два раза больше. Худела, худела. Могу себя побаловать? Могу. Ну, и, собственно говоря, баловала. И баловство, вы знаете, оно обычно затягивалось. И в конце концов ты обнаружишь, что ты не то что там побаловалась, что ты перебаловалась. И пора уже опять худеть. И в целом вся моя жизнь, это было самое ужасное, состаряло из бесконечных, новых, еще более новых, да, еще более жестких попыток снижения веса. То есть мне постоянно нужно было думать о том, какая диета будет следующей. Все-таки, да, суть истории неожиданна для себя. А в итоге я была, на самом деле, в очень отчаянном положении, потому что у меня в 16-м году диагностировали астму. На фоне того, что я очень сильно болела, то есть в тот момент я, наверное, год практически жила, целый год я жила на антибиотиках и на гормонах, там буквально с просветами, там, не знаю, 7-14 дней. То есть у меня просто вся моя иммунная система была напрочь убита. То есть я постоянно болела, постоянно мне нужна была терапия, периодически настолько мне была нужна терапия, что меня отправляли в больницу. Я сейчас очень помню такой момент, когда я попала в больницу и в полимонологию, и врач должна же собрать полный анамнез, в том числе рост и вес. И, естественно, в тот момент у меня было уже ожирение второй степени. И она спрашивает, ну а вот какой лишний вес, я помню. Ну, вы знаете, классика, да, там, то есть, естественно, это все спрашивается при всех остальных пяти женщинах, которые находятся в палате. И я не знала, что ответить. То есть, ну вот, ну жру, что ли, много, ну что вот я скажу, да? Да, переедаю, поджираю, навещаю ночью холодильник, ты не будешь такое говорить? Ну, естественно, я так скромненько, ну вот, я там родила двоих детей, там, набрала после родов. Потому что, и в этот момент, да, ты заливаешься краской, потому что, ну, не спрашиваются все-таки такие вещи на людях, да? Вот, была очень неприятная ситуация. И в итоге всего этого было потрачено, сколько было нам измазано, меня просто часто спрашивают про обертывание, сколько было измазано гелий для похудения, сколько было понадевано, я знаю, как правильно говорить это слово, просто так, немного вошла в эти воспоминания, сколько было переношено, сношено поясов для похудения. Боже мой, сколько было обмотано этой несчастной пленки вокруг моих бедер и живота, я просто не знаю, счет идет на огромное количество. Сколько денег было потрачено на тренировки, а клетчатку в банках, кто пил, поставьте лайк, вот это обязательно, нужно пить клетчатку. Суть оказалась такова, я уже уверилась, а у меня был, кстати, очень такой, наверное, один из самых отчаянных еще периодов, это когда я решила, что я никогда не смогу похудеть. То есть, это было в тот момент, то дно, от которого все-таки я оттолкнулась потом. То есть, я решила, что я не могу похудеть, ну, я реально же, я в целом-то человек умный, да? У меня была хорошая работа, у меня хорошая семья по финансам, то есть, в целом в моей жизни все хорошо, ну, кроме того, что я толстое, и попов что-то на нее умещается. А так все хорошо, и то есть, получается, что это все отменяло остальные мои достижения в жизни, и было, конечно, очень неприятно. Ну, я так смотрю на себя. Так, я уже что-то потренировалась так, что у меня варикозное уже расширение вен, да? И я не похудела, я потратила огромное количество денег на всякие добавки, на всякие диеты, на всякие супер-пупер-мегафуды, на тренировки на эти кремы, гели, обертывания и так далее. То есть, все, что вы попробовали, скорее всего, попробовала я. И я поняла, что, ну, все, мне не дано. И я, как бы, человек такой, решила уже признать, да, признать факт, что это не для меня. И вот, я стала бодипозитивщицей. Я в целом абсолютно спокойно отношусь ко всем людям, а я переживаю сейчас только за себя и за своих близких, за свою семью. И ваше тело, это ваше дело, это 100% тот принцип, который я использую в своей жизни и в работе, да? Потому что все, кто приходит ко мне, они это делают по доброй воле, для того, чтобы я могла решить проблему, с которой они не справились самостоятельно. Так вот, когда я сама не могла свою проблему решить, я уже, так, ну, собственно говоря, провела нехитрый анализ. И я поняла, что все то время, что я сидела на диетах, что происходило. То есть, когда-то, когда после первых родов мой вес составлял до беременности 60, после первой беременности родов вес был 84 килограмма. Как раз я тогда первый раз очень быстро похудела, у меня опустилась почка, были всяческие проблемы со здоровьем. Но поскольку у меня было очень мало лет и у меня было очень мало мозгов, я тогда этому внимания не придала. Мне, наоборот, казалось, что я прям такая суперстраняха-победительница, лучше всех худея. Ну, а другие все себя запустили. В общем, я была максимально глупой, за что, наверное, потом, да, карма мне так прислала ответку. Так вот, и когда я поняла, что начала-то я худеть с 84, но сейчас-то я уже 119, 120, 121, 124 на пике формы, то что-то все-таки, короче, здесь пошло не так. Потому что я все это время действительно ходила на различные тренировки, пробовала разные, просто ограничивала, пробовала разные диеты. Что только я не перепробовала. И я поняла, что в целом на всех этих диетах-то я, собственно говоря, доросла до этих огромных цифр. И тогда я поняла, что, ну, собственно говоря, важно признать поражение. И я поняла, что я проиграла. Я поняла, что я не справляюсь. То есть понимание того, что на самом деле это не вам не была проблема, и если вы сейчас себя ощущаете так же, как я когда-то, я хочу, чтобы вы знали, что эта проблема не в вас. Это проблема в том, что диеты не работают. Но прежде чем прийти к этому выводу, я стала сильно бодипозитивной. Я отказалась, ну, я признала поражение, да, естественно, я была раздавлена физически и морально. И когда я это поражение признала, я перестала вообще за собой следить, ухаживать, использовать декоративную косметику, которую я на самом деле люблю. Если вам не нравится использовать декоративную косметику, то точно так же окей. Но мне просто нравится, это приносит удовольствие. Я, как девочка, от этого балдею и кайфую. И я отказалась от этого. Мне, ну, я буду вот такая, да, принимайте меня, как я есть. Ну, вот толстая, ну что теперь делать? У всех людей свои недостатки есть, и ребята-то похуже, чем я. Да, в тот момент мне казалось, что я примирилась с тем, какая я. Мне действительно казалось, что я никогда-никогда-никогда не смогу похудеть. Но потом в 28 лет у меня случился... Ну, много всего происходило на самом деле. Ты каждый день сталкиваешься с неприятными ситуациями, когда у тебя много лишнего веса. Но один из таких звоночков, это у меня в 28 лет случился гипертонический криз. Естественно, это, ну, мы все прекрасно понимаем, да, что давление, все это дело ассоциировано в том числе с лишним весом, да, и с тем целым образом жизнью, которую вы ведете. Ну, и потом ситуация, которая произошла, когда мы первый раз поехали отдыхать в Турцию. То есть для меня это должна была быть, ну, тот момент, да, когда... Ну, представьте, я сама заработала, мы с мужем сами заработали на то, чтобы поехать на отдых. У нас не было каких-то суперобеспеченных родителей. Я сама себя вообще первый раз в 25 лет отвезла на море. И потом мы едем за границу, вот это, да, знаете, за границу, во все включено, в 5 звезд, с детьми, там, аквапарк, все дела. И это должно же было быть моим таким триумфом. Вот, я молодец, мы с мужем все это сами заработали, это классно, это шикарно. Но это было моим провалом и фиаско, потому что по опыту у меня было 58-60. И случилось следующее, как я сказала уже, в отеле был аквапарк, и это было классно до тех пор, пока я не решила скатиться в такой закрытой трубе. Отдельная история, что труба называлась унитаз. В общем, у меня, правда, в целом даже сейчас фигура такая, что песочные часы, и даже при моем сейчас весе 65 килограммов, у меня попа достаточно такая, знаете, хорошая. Но тогда она была ультра-мега-хорошая. И был какой-то, я не знаю, как сказать, какой-то участок в этой горке, что уклон, да, ну понятно, что оно должно было все протискиваться туда. И был какой-то момент, что уклон практически пропал. И, наверное, другие люди должны были быстро проскакивать, ну потому что они там похудеют в два раза, чем я. Вот, ну я как раз-таки на этом моменте застряла. И то есть я провела там, не знаю, 20-30 секунд, мне уже приходили в голову картинки, что сейчас, я не знаю, в турецких газетах или где-нибудь в интернете покажут, самая толстая туристка из России там застряла, или что там, не знаю, что будут спасателей вызывать, в общем, или что я вообще там, ну не знаю. То есть семья-то уехала уже, дети и муж, все скатились с этой горки. На мое счастье, да, все-таки больше, чем несчастье, ехали следующие уже туристы, и они меня протолкнули, они же не знали, они просто думали, что мы столкнулись, да, они же не знали, в каком отчаянном положении я находилась. И вот этот момент, да, стал, вы знаете, таким моим, как есть, где, насколько я помню, в Японии, или где-то там практика, где людей закапывают наживо, чтобы они немножко по-другому посмотрели на жизнь. И вот, я с этой горки уже выкатилась, несмотря на то, что физически я была все в той же форме, я поняла, что так продолжаться не может. Я поняла, что я хочу вообще жить, я выбираю себя, я выбираю свою семью, я выбираю жизнь. И я фиг его знает как, потому что мне было непонятно, потому что все, что до этого я пробовала, все, на что я потратила практически 10 лет своей жизни, огромное количество времени, сил, денег, и все, моя сила воли осталась где-то там, на всех этих диетах. Я поняла, что мне нужно найти что-то, и я поняла, что самое важное не то, чтобы, все мы, да, классика, Маша, как быстро похудеть? И в тот момент я осознал, что, во-первых, я 100% избавлюсь от этого лишнего веса, потому что я не хочу так жить. И я поняла, что самое ценное, самое нужное, самое важное, это не быстренько избавиться от лишнего веса, это научиться жить так, чтобы сброшенные килограммы больше никогда не возвращались. Я поняла, что самая главная фишка, это не то, как похудеть. Самая главная фишка, самая сложная, действительно, требующая большего количества труда, внимания, это то, как же сохранить полученный результат. И статистика абсолютно здесь подтверждает мои слова, 9 из 10 тех, кто странил на диетах, в течение 3 лет возвращаются к весу, который был до, и в том числе даже набирают больше килограмма. На выручку мне пришел интернет, и тогда я для себя поняла решение. Так, окей, у меня астма, там кость широкая, ну вот это вы знаете весь список, кость широкая, все дела, ну так хорошо, я хотя бы перестану толстеть. Вот просто, не могу похудеть, ну вот не могу. Ну, хотя бы буду что-то делать, чтобы не растолстеть, а там, может быть, все-таки как-то и с весом пойдет. Я стала применять, где мне найти информацию. Ну, понятно, что интернет. Я посмотрела так, поняла, что все те, кто рассказывает про диеты, мне явно не к ним, потому что я, собственно говоря, там уже была, я растолстела до 120 на всех этих замечательных диетах. Что мне делать? Я стала искать информацию в интернете. Я стала думать. Мне попались, да, там, рекомендации ВОЗ, в целом они абсолютно, да, общедоступны. Что там, сколько нужно есть фруктов и овощей в день, 400 граммов сразу спойлер. Что нужно пить воду, там, двигаться, все дела, то есть все вот эти советы. Но нужно это внедрить не на 28 дней, да, там, на марафон, на 4 недели, на 30 дней. Я поняла, что мне нужно сделать так, чтобы вот эти абсолютно такие сухие рекомендации каким-то образом применить к моей жизни, да, к жизни человека, у которого есть дети, у которого есть работа. То есть у меня не было такого, что я сидела дома, и вот мне все приносили деньги, я жила на всем готовеньком. Нет, мы с мужем оба работали, плюс у нас были дети, и я поняла, что я не могу посвящать всю свою жизнь, там, не знаю, приготовлению еды, бесконечно находиться на тренировках, потому что, ну, кто интенсивно действительно тренировался, вы прекрасно знаете, что, если мы говорим про то, когда тренируется человек с лишним весом, это огромнейшая нагрузка, после которой я реально просто приходила, падала. Падала, лежала, лежала, не вставала. Я поняла, что, ага, вот я, допустим, не завтракала никогда, начала постепенно водить завтрак. То есть начала делать простые действия, естественно, этого не было системы, как сейчас, да, для вас предлагается система. Тогда у меня не было системы, и я постоянно, муж думал, что я сошла с ума. То есть, ну, он говорит, так, ладно, до этого была просто толстая жена, периодически злая жена, ну, потому что я там была на диетах, естественно, никто из нас от голода до добрения становится, или там, в перетренированности. Но теперь жена просто пропала, потому что я стала все свое свободное время проводить в интернете, искать информацию, что же на самом деле работает, что же на самом деле является здоровым образом жизни, и пытаться все эти советы применять, да, переносить на свою реальную жизнь. И постоянно что-то пробовала новое, да, потом у нас, я помню, был с мужем момент, когда мы обычно уже работали, да, приходили, пока ты уложишь детей, пока ты их там поможешь, разгонишь, все дела. То есть где-то часов в 10 мы освобождались, и мы в 10 часов только садились ужинать. И теперь, когда мы начали ужинать раньше, в 10 часов, да, по привычке возникало чувство голода. И первое время, в это, вечером, да, мы с мужем садились уже, не ужинали, то есть поужинали мы раньше, и мы брали яблоки, пили зеленый чай, ну, просто чтобы как-то унять, ручание в животе было серьезное. Да, потом я узнала, что нужно обязательно использовать в своем рационе бобовые, тот же самый нут, чечевицу, фасоль. Стала пробовать. Я не скажу, что сразу все то, что вы видите сейчас на YouTube, стало вот так идеальным. Нет! Было огромное количество дурацкой еды, которой не нравилось мне, из-за которой я расстраивалась и плакала, но в целом, в первые моменты, да, я увидела, что я не начала худеть, но мне хотя бы стало лучше просто физически. Да, вот это вот бесконечное вздутие живота, все это ушло. Я просто себя физически стала лучше чувствовать. У меня изменился цвет лица, мне вообще стало лучше. И, естественно, когда я почувствовала, ощутила первое улучшение, пусть это еще было не снижение веса, но просто мне стало легче жить, несмотря на то, что я по-прежнему была толстая, конечно же, это начало придавать мне уверенности и сил. Да, потому что чем дольше мы чем-то занимаемся, чем больше мы уделяем этому внимания, тем все-таки лучше потом мы получаем результаты. Это, конечно, не касается диет. И в итоге я поняла, что для меня это на самом деле было открытием. Сейчас ко мне приходят девчонки, Маша, а что так можно было? И тогда для меня точно так же было открытием. О, боже мой, я нормально ем, мне вкусно, мне приятно, и при этом я себя хорошо чувствую. В итоге мы закончили тем, что за первый год я избавилась от 15 килограммов. Да, для многих покажется, что 15 килограммов это мало, но я сделала это максимально комфортно для себя. Плюс за этот год я смогла откалибровать систему. То есть я на самом деле поняла, что мне нужно делать, что мне есть на завтрак, на обед, на ужин, сколько мне пить воды, сколько есть фруктов, овощей, какие делать перекусы, спать и так далее. То есть я поняла все и смогла за этот год сделать самое ценное. То есть несмотря на то, что 15 килограммов это мало, там все дела, я понимаю, но я за это время сформировала привычки, которые помогли мне в итоге. За два с половиной года избавиться от 55 килограммов лишнего веса. И сделать это без диет и тренировок. И сейчас отдельный дисклеймер, я ни в коем случае не выступаю против физической активности. Более того, я за. Но для людей, которые имеют большое количество лишнего веса, если у вас уже ожирение второй-третьей степени, то для вас какие-то интенсивные тренировки губительны. Самое опасное в этом, что с негативными последствиями интенсивных тренировок вы столкнёсесь через 5-10-15 лет, когда у вас начнутся проблемы с суставами. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Двигаться нужно. Классно гулять, классно делать зарядку. Но вот скакать, тренироваться, если у вас много лишнего веса, не нужно, потому что это нанесет больше урона вашему здоровью. И сколько гулять, это всё я поняла, то есть я начала всё это делать. И мне реально стало лучше. И я поняла, что я это могу. И для меня это было открытием. Самое интересное начало происходить потом. Что произошло? Итак, смотрите. Ну, представьте. У окружающих, да, там, у коллег на работе, там, у всех, кто меня знал, знакомых, родных и так далее, какая была картина? Ну, Маша Жирняша. То есть всё время, что они меня знали, я всё время толстела и толстела, и толстела, и толстела, и толстела. Хотя, наоборот, я всем говорил, что я на новой диете, совсем скоро похудею. Буквально за три месяца от всего лишнего избавлюсь. И на их глазах стал происходить регресс, но позитивный регресс. Они стали замечать, что я всё время уменьшаюсь. Да, то есть всё-таки минус 15 килограммов, это заметно, особенно, когда я была вот такой, да. И мне стали задавать вопросы. Маша! Ну, вот это такое, естественно. Маша, ты наконец-то похудела! Класс! Расскажи, какая диета! Или, может быть, всё-таки ты уже наконец-то там себе операцию на желудок. Тогда это ещё было не так модно. Но, тем не менее, вопросы поступали. И когда я абсолютно искренне, потому что мне же стало лучше, представляете, минус 15 килограммов, я не сижу на диете, я не пошу в зале, я живу, мне хорошо, и при этом я стройнею, это же классно! И мне очень сильно захотелось, первое время, да, очень сильно хотелось поделиться радостью, ведь мне правда было радостно и классно. И когда я начинала рассказывать людям, что же я на самом деле делаю, ну вот, да, вот это, вот это, вот это, вот это, на меня смотрели с недоверием, как и на YouTube мне сейчас пишут, да, постоянно, с недоверием, с непониманием, и говорили, «Ой, да ладно тебе, Маша, заливать! Ну, чего ты брёшь? Ну, скажи честно, ну, какой ты диете?» То есть люди не могли допустить, что я могла создать такую систему, да, свой метод, который помогает стройнеть без вот всего этого. И мне хотелось в это верить. И каждый раз, когда я кому-то пыталась рассказать, я сталкивалась с такой реакцией. То есть я думала, что будут радоваться, типа, «Маша, ты такая же молодец!» Нет, мне никто не верил! И меня это очень сильно бесило, да, это меня настолько бесило, что я в итоге приняла решение сделать что? Я сама же очень сильно пострадала от диет, то есть действительно, сколько здоровья моего было утеряно, сколько денег, времени, то есть ну просто я элементарно 10 лет своей жизни потратила на то, чтобы растолстеть до 120 килограммов, думая при этом, что я худею. И мне захотелось поделиться, потому что когда-то, когда я была совсем большой, да, я смотрела, пыталась вдохновляться ютубом, как и сейчас, да, но что я там видела? Очень часто были примеры тех, кто показывал свою историю похудения, и происходило следующее, они потом начинали толстеть обратно, и то есть когда ты видишь такое видео, ты думаешь, о боже, ну даже если они хоть сколько-то там похудели, и потом растолстели обратно, ну блин, у меня вообще тогда просто нет шансов, и такой, знаете, момент, что хочется, ну, собственно говоря, пойду поем пирожков, это моя судьба, вот, и я, вспомнив про это, решила поделиться тем, что вот, на самом деле, вы можете есть и стройнеть, у меня там есть даже 100 дней дневников питания, там, где-то с 93, что ли, я не помню, в общем, у меня было такое все кругленькое, если хотите, посмотрите видео в начале, было очень кругленькое, пухленькое, стеснительное, и я начала рассказывать свою историю, тоже, конечно, было очень много хейта вылета, и мне честно казалось, да, самое интересное, почему я начала рассказывать, потому что я поняла, что другие люди не знают, но есть такие же, как я, я не знала, что их такое огромное количество, да, у меня сейчас почти миллион подписчиков, и я тогда не знала, что таких людей огромное количество, таких девчонок, как я, я думала, ну, кто-то же должен узнать правду, что увидит, что диеты не работают, что диеты наоборот, это то, из-за чего мы толстеем, это то, из-за чего мы не можем похудеть, и чем больше диет, тем сложнее вам потом будет избавляться от лишнего веса, ну, и со здоровьем, конечно будут проблемы, учитывая, что у нас был достаточно загруженный график рабочий, настояла на том, чтобы мы взяли камеру, купили, и стали снимать, стали снимать, я рассказывала про то, что я делаю, я рассказывала, что я ем, ну, в общем, начала просто делиться, как вот, у меня, не знаю, вдохновение шло, потом вопросы, которые вы, подписчики, кто со мной давно, поставьте обязательно лайк, напишите комментарий, и стала делиться своей историей, и произошло дальше следующее, мне стали писать, я честно думала, действительно, что вот, смотрите, я рассказала, вот здесь, А, Б, В, все, собственно говоря, остальные буквы, делайте вот это, вот это, будет вам счастье, вы будете стройнее, да, вот вам, пожалуйста, рецепты, рецептов миллион на канале, обязательно смотрите, используйте, рецепты, пожалуйста, ну, то есть, как бы, человек, который действительно хочет постройнить, он может брать всю эту систему, и абсолютно самостоятельно все это использовать, я не учла одного, что у меня все это время, не без, конечно, каких-то острых моментов, но, тем не менее, у меня была поддержка мужа, то есть, муж, у нас очень дружная семья, невероятно дружная, настолько дружная, что мы оба растолстели до 120 килограмм, смешно, на самом деле, сейчас про это рассказывать, вот, то, что, ну, это выглядит как какая-то, я не знаю, небылица, какой-то нонсенс, ну, как так, настолько дружная семья, да, что мы вместе ели, и выросли, очень большие, пребольшие ребята, где они сейчас будут фотографии, и потом, мой муж искренне верил, Сергею, что нужно просто перетопить жира в спортзале, спойлер, так не работает, но, он не поддерживал меня вначале, но потом, увидев, что как-то мне становится лучше, он все-таки решил, ну, как-то она хотя бы перестала там все время быть злой, хоть и не сразу перестала быть настолько толстой, и принял решение перейти на светлую сторону, и в итоге мы с мужем каждый постранили на 55 килограммов, сейчас увидите фотографию после, вот, и я не учла этот момент, что на самом деле люди, которые сторонеют с поддержкой статистики, погуглите, сторонеют на 70% эффективнее, если у них есть поддержка, если у них есть напарник, если у них есть единомышленник, и потом ко мне стали уже обращаться, девчонки, Маша, помоги мне, собственно говоря, сделать все то же самое, что сделала ты, потому что я тебя смотрю, но что-то у меня ничего не получается, у меня там то хвост болит, лапа отваливается, сила воли уже никакая, поэтому я через какое-то время пошла, закончила курсы нутрициологии, потом я постоянно чему-то учусь, почему я это делаю, я это делаю, потому что я хочу вам действительно максимально эффективно помогать, давать вам актуальную информацию, ту информацию, которая будет следовать принципу «не навреди», то есть улучшать вашу жизнь, ни в коем случае ее не ухудшать, раз я обладаю таким влиянием на вас, а я знаю, что я огромное количество девчонок помогла, кстати, кто сторонил со мной, поделитесь результатами в комментариях, я, конечно же, к этому отношусь очень ответственно, поэтому учусь, потом я окончила еще, прошла курсы по коучингу, я являюсь коучем, Европейской коучинг-ассоциацией, почему вообще коучинг, как это связано со снижением веса, на самом деле очень связано, почему, потому что коучинг это про достижение целей, и цель нужно уметь достигать, необходимо планирование, и это все те принципы, которые мы внедряем для тех, кто остроенеет со мной, конечно, сейчас я продолжаю учиться, сейчас я учусь на клинического психолога, почему, потому что, естественно, у всех у нас есть та самая глубинная, корневая, коренная причина, почему же мы, собственно говоря, переедаем, потому что большинство тех, кто обращается ко мне, имеют 90% много лишнего веса, так же, как и я когда-то, и эта проблема у них возникла не позавчера, не месяц назад, и даже не год, зачастую это длится десятилетиями, и ко мне приходят достаточно опытные, да, в плане снижения веса девчонки, то есть нет же такого, что мы с вами не знаем, что нам этого не нужно есть, мы с вами понимаем, но почему-то едим, и вот, собственно говоря, поэтому я еще пошла, пошла учиться на психолог, там достаточно длительное образование у меня будет, и для меня было очень важно, очень ценно помочь девчонкам, которые сейчас находятся, как и я когда-то, в отчаянии, да, потому что мне казалось, ну я больше ничего не могу, мне казалось, что я никогда не смогу похудеть, мне казалось, что у меня нет силы воли, и особенно, когда ты видишь вот такие, да, там часто рассказывают, ой, я похудела там без срывов, и всякие такие моменты, нет, у меня срывы были, почему, потому что я живой человек, и всем ошибаемся, и это нормально, а не чей путь, по достижению любой цели, особенно такой сложный, да, как снижение веса, не усеяний лепестками роз, и вам только все время аплодируют, нет, на этом пути действительно будут сложные моменты, для меня было очень важно помочь девчонкам, чтобы они в свои сложные моменты имели поддержку, и сейчас у вас есть уникальная возможность помочь себе, использовать мой бесплатный трехдневный интенсив, который называется стройность навсегда, на этом интенсиве как раз-таки мы с вами в самом первом дне займемся самым ценным, важным, нужным, проведем работу над ошибками, и вы увидите, что зачастую те действия, которые вам казалось, да, и это было навязано, там, обществом, маркетингом, вы делаете во благо себе и своей стройности, совсем по-другому влияют на вас, как раз-таки приводят вас к тому, что у вас лишнего веса, как и у меня когда-то, становилось с каждой попыткой все больше и больше, и я думала, что это проблема во мне, мне казалось, что это я какая-то не такая, неправильная, и все остальные похудели на диетах и живут при этом долго и счастливы, и просто замечательно, нет, диеты всегда приводят лишь к одному, да, это дальнейший набор веса, конечно же, ухудшение вашего здоровья, я вам такого не желаю, поэтому приглашаю на интенсив, чтобы вы разобрали все досконально и понимали, как нужно делать, чтобы избавиться от лишнего веса и сделать самое важное, самое сложное, самое ценное, сохранить стройность навсегда, для вас сейчас есть возможность принять участие в этом интенсиве абсолютно бесплатно, обязательно регистрируйтесь, ссылка находится в описании под этим видео и в закрепленном комментарии, и я знаю, что это видео не самое короткое, которое вы посмотрели в своей жизни, и я вам на самом деле благодарна и искренне надеюсь, что мой путь, моя история, которую я с вами сегодня честно поделилась, поможет вам начать, да, либо если у вас какие-то сложности возникли сейчас, вы смотрите это видео для мотивации, продолжить свой путь, да, к стройности, избавиться от лишнего веса, потому что это не только история про физическое состояние, конечно же, внутри себя, в глубине своей души я сейчас чувствую себя совсем другим человеком, я чувствую себя молодой, энергичной, мне классно, хорошо, и жизнь доставляет мне радость, я с удовольствием смотрю в зеркало, я больше не боюсь, что мои вредные на самом деле, ну чего же греха таить, привычки, передадутся, а у меня две дочери, передадутся моим детям, и что они потом точно так же будут там всю свою жизнь, как нам предлагается, да, сидеть на диетах, истязать себя, мучить себя, быть недовольными собой, не любить себя, не заботиться о себе, и для меня это было очень важно, как для матери, чтобы мои дети никогда не столкнулись с такими сложностями, с которыми столкнулась я, я надеюсь, что вы также для себя из этого видео сделаете вывод, что кроме диет, есть другие варианты, вы можете ознакомиться с ними на интенсиве, и, конечно же, тот самый секрет, который я обещала вам рассказать, как же сохранять мотивацию, на самом деле, мотивация во многих моментах точно так же, как и сила воли переоценена, потому что ни у кого из нас не светит солнце каждый день, а все мы иногда бываем злыми, расстроенными, у нас что-то не получается, мы же живые люди, ну и плюс, мы женщины, да, гормональный цикл, конечно же, влияет в том числе на наше настроение, но, есть волшебная, максимально недооцененная, действенная штука, и эта штука, эта секретная фишка, называется дисциплина, и вот именно дисциплина, потому что я очень часто получаю комментарии от тех, кто хочет избавиться от лишних веса, Маша, я смотрю на тебя, ты такая молодец, у тебя такая сила воли, но у меня никогда не получится, я безвольная, так вот для вас, девчонки, я хочу сказать, это не сила воли, это не мотивация, это дисциплина, дисциплина это то, что помогает вам двигаться, в те моменты, когда сложно, когда не хочется двигаться, но у вас есть этот навык, у вас есть эта дисциплина, и вы знаете, что вы будете делать, и не всегда, ну вспомните прекрасно, вы же не всегда идете на работу, потому что вам сильно хочется, нет, но вы знаете, что у вас есть обязательства, так вот дисциплина, это обязательство перед собой, дисциплина это обязательство быть счастливой для самой себя, и когда я, а я была жутко недисциплинированной, но когда я поняла, что этот навык, что эта фишка, эта дисциплина, это то, что поможет мне избавиться от лишнего веса и сохранить результат, я стала невероятной поклонницей дисциплины. Поэтому, девчонки, обращаю ваше внимание, что вам не нужна сила воли для снижения веса. Вам нужна всего лишь система и дисциплина. И это все. Сила воли не понадобится. Ну а потом, кстати, когда вы начнете получать первые результаты, а когда вам станет легче и лучше, вы заметите, ничего себе, моя сила воли вернулась. И это будет приятно, но это уже будет бонусом к вашей стройности. Большое спасибо, что досмотрели это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вдруг по каким-то причинам вы этого не сделали. Принимайте участие в интенсиве. И также напоминаю, что на моем канале есть много рецептов, которые помогут вам питаться вкусно, полноценно, разнообразно и при этом стройнеть. С вами была стройная Мария Мироневич, которая поделилась своей откровенной историей. Всем добра и любви.